Девушки отдыхают 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 И, значит, я вот, если я подниму яблоко какое, там валяется у себя под окнами, меня все в совет забирали, когда я подростка, когда, ну, матч, лет пятый был. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все, суета и томление духа, сказал екклесиаст. Где Бог, думают одни, зачем он нам, да и кто его видел, размышляет другим. Владыка даже в самые тяжелые минуты своей жизни никогда не задавался подобным вопросом. Ну, уже здесь 18 мне было, и я скрыли, у нас храм второй в Рязани, Мальцеглебский собор. И, значит, я туда ходил, помогал, когда он весь тоже разрушен был, ходил. Потом мы его отремонтировали, я ходил туда уже, каждый праздник. И вот милиция подметила, что я хожу. А молодежи было запрещено ходить. Вот такое время было. Подросткам никому нельзя, ни парням, ни девчонкам никому нельзя было ходить. И вот меня подметили, я помню, как меня забрали, я выходил из храма, это был Великий четверг, Великий пятницу. Благовещение было, как раз праздник. Меня забрали в милицию. И меня требовать стали подписку, что я больше не приду. Значит, ну, ведь я был воспитан особо. Как я ему дам подписку? Никогда не начать, не ходить. Я не давал. Они уговаривали, ты подпиши, а ты тогда сам будешь ходить. Ну, и как я оманывать опять буду? Подписаться тогда сам. И они так меня избивали, два палача, говорит, пригнули, почку отбивали и приковаривали. Что тебе не больно, сейчас катлицу делаем. Ну, мне бы не больно было. Вот что значит, уверенно в своей вере, и Господь помогал. И мне какое-то усложнение было, когда били меня. Вот, и как мы читаем «Житая святых», вот там так написано, когда вот, мучили. Я вспоминал. Тем более, в Великий четверг, под пятницу, страдания Христовы были как раз. И вот этот момент у меня такой особо благодатный. Ну, когда и нас сейчас пускали меня, они всю ночь держали. А вот, может, на службу надо. Я вопрос задал им. Я говорю, что я опять пойду в храм, меня опять будете забирать. Меня больше не тронем. То есть я победил. Уверен, вот так и надо идти за Богом. Вспоминая свою юность, Влад Дыка светлеет лицом. Он любил посещать храмы и монастыри. На богослужение он ходил в Рязань, в кладбищенский храм в честь иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость. Я туда ходил с мамой. 25 километров пешком. Машин тогда не было. Так и что. Приходили на ночь. Ночевать негде. На морилке, на хомнике мы спали. Будущий митрополит Чебоксарский Чувашский начинал прислужником в свято-троицком храме села Бахмачиево, где претереем был его двоюродный дядя Петр Смирнов. Два года Владимир и подиаконствовал у рязанского архиепископа Николая Чуваровского. При этом молодого человека все время тянуло свято-троицкую Сергиеву Лавру. В мае 55-го года Владимир Кедров принял решение, изменившее его жизнь коренным образом. Поступил послушником в свято-троицкую Сергиеву Лавру. В совершенном начале я саму решаюсь, кого подбегать, кого не. И когда я был у владыки Николая Архиепископа, Нарязанского, Чуваровского и подиаконам, уже я немножко продвинулся, но я все-таки решил монастырь. Уж мне хорошо было владыке. И вот я вспоминаю, для два с половиной года у него был. Вспоминаю, как я уезжал из Борисогрецкого собора. На праздник святителя Николая, это весной бывает. И нашим владыкой Николай Менинник был, и он меня поставил перед собой, перед народом, и тут устроил прощание. Мы отпускаем Володю, говорит, вот монастырь, он хороший, жалко, но такое место мы отпустим, будем молиться. А я меня посылал и дал свою машину. И меня нанекало, и они привезли в Лавру машину, зима тогда у него была. И так я бы в Лавру поселился. Ну, в Лавру поселился я по призванию. Это было особое такое рвение. Спустя полгода наместником Лавры Архимандритом Пименом он был пострижен в монашество с именем в честь святого апостола Варнавы, что в переводе означает «сын утешения». В безропотном послушании и начался путь монаха Варнавы. Постепенно, постепенно пермонахи, игумены, архимандриты, потом до архиереса дожил. Ну, это все по послушанию, ничего я не просил. То есть давали должность, я не отказывался. Годы священнического служения Варнавы, несомненно, оставили заметный след и в истории Русской Православной Церкви, и в духовной жизни народа Чувашия. В 76-м году архимандрит Варнава был поставлен на новое ответственное церковное послушание – архиерейство на Чебоксарско-Чувашской кафедре. Путь епископства. Апостол Павел говорит, кто епископство желает, тот добра желает. Понимаете? А почему? Казалось бы, это очень трудный путь. Надо отвечать не только за себя еще, а отвечать за всю свою пасту, за всех священников, которых он положил. Конечно, путь – это на Голгофу, понимаете? Путь за Христом. А что нравится – это вся жизнь его. Он постоянно, значит, в молитвенном состоянии. Если человек молится, он, значит, еще живой. Он еще идет Бог. А без молитвы человеческая душа умирает. И вот он нам показывает жизнь, путь и истину нам он показывает. В тот год, когда Варнава приехал в Чувашию, Чебоксарско-Чувашской епархии исполнилось 30 лет. Времена сельсоветов, райкомов и обкомов, когда некоторые должности были несовместимы с открытым посещением церкви. Но ведь вера, если не имеет дел, мертвам. Я скажу, владыка все четко знает. И когда касается веры, когда касается дела церкви, то владыка очень твердо стоит на позиции и никогда не сдастся. Он говорит, я ничего не боюсь. На плечи владыки легло многое. Нужно было не только сохранить то малое наследие и восстановить порушенные храмы. Необходимо было выстроить отношения с действующей властью. Уполномоченный по делам религии сразу выставил владыке множество условий, на которые Варнава, конечно, пойти никак не мог. Меня вызвал уполномоченный, Павел Кондратович Громов. Вызвал к себе и начал указание давать, чего я должен делать, а чего не должен. То есть, по приходам не ездить в детский городе уже, ходить только в духовный, ходить. Ну, по сути, в семинарии только с лишнего разрешения. Настоятель убрать, секретаря убрать. Ну, все такое, проповедь не говорить. Все это, ну, все-то многое, он сказал. Потому что у нас такая политика, сказал. Ну, что же, я выслушал и ему сказал. У нас уже есть управляющие партии, мне здесь делать нечего. Поеду в Синод и отказываться буду. Нечего делать. Сейчас, конечно, все можно говорить, а тогда это трудно было. Ну, отказался. Мне дали три дня сроку. Вот тут самый главный момент. Три дня дали сроку. Там, конечно, еще один человек, кто-то сделал случайно там, когда я беседовал. А теперь уже второй раз, через три дня пришел. Я как уполномочен, вот это самое главное. И он мне вопрос задает. Уже один. Ну, как вы решили? Я решил, говорю, так же будет. То есть, я при своем остался. Остаюсь. И что же он мне сказал? Значит, вы по подназначению. Значит, вы не предатели. Раз своих не предали священников, за них стоите, значит, вы по призванию, значит, с вами могут работать. А если вы предали своих, вы и наши предадите. Вот тут, значит, мы будем работать хорошо. У нас все будет хорошо. Вот так. Вот так и наладилась жизнь. Налаженная жизнь означала бесконечные поездки по приходам, постоянные командировки, многочасовые торжественные богослужения. Все это отнимает много сил и здоровья Святейшего. Но он полон энергии по сей день и час. Думает о духовной жизни своих учеников и мирян. Он один из немногих архиереев, которые, несмотря на свой возраст, да, службы бывают долгие, тяжелые. Он стоит на ногах по три-четыре часа. И вот после каждой службы Владыка встает на кафедру, вот на свое место. И кто к нему хочет подойти под благословение, он всех благословляет. Так он любит народ. Вот сколько лет я с Владыкой, ни при каких обстоятельствах, конечно, Владыка не пропускает никогда службы. Он никогда не пропускает утренние и вечерние молитвы. То есть, если даже плохо себя бывает чувствовать, хотя это тоже бывает не так часто, он все равно, мы читаем ему обязательно утренние и вечерние молитвы, все правила. И Владыка, когда мы говорим, выезжали раньше на приход в АлатРи, приходилось выезжать в пять-шесть часов. Мы говорим, Владыка, а вдруг проспи? Он говорит, это должно быть исключено. Потому сам никогда никуда не опаздывает, старается всегда прийти заранее, очень пунктуален. И церковные, конечно, правила, посты он соблюдает от и до. Ни при каких условиях он не старается их нарушать. Возрождать обители задача непростая. Не монастырь должен вписываться в жизнь современного города, а город, его жители должны прийти к многовековому молитвенному служению и покою монастырей, уверен Владыка. С его твердого слова и легкой руки в республике строятся новые приходы. Возвращаются святыни. За время его служения было возрождено и вновь открыто 214 приходов, подняты из руин семь монастырей. Вновь заработало Чебоксарское и Пархиальное православное духовное училище. Восстанавливаются и благоустраиваются храмы и монастыри по сей день. Владыка не ездит практически в отпуск. Мы с ним каждый год на две недели ездим. На святую землю. И он говорит, что это отпуск. Но вот из 12 дней пребывания там мы почти 8-10 дней служим. То есть каждый день там продолжаем молиться, ходить на службы. Для него вот такой отпуск. Он духовно подкрепляется, его там все знают. И он считает, что съездил, помолился, значит он отдохнул, приезжает с новыми силами. На святой земле Владыка нашел не только источник своих сил и энергии. Именно здесь произошла встреча с Варнавой одного греко-католического монаха. Отец Василий в те годы был провожающим к святым источникам. И для него знакомство с владыкой Чебоксарской-Чувашской епархии стало судьбоносным. И потом я ему показал монастырь, мы спустил на источник. Он смотрел мою келью даже, как мы жили. Я его проводил там в Галах, где там именно гробница гроба Елизаветы. Ну, много говорил я бы не сказал, потому что языка нет. Но что-то он мне говорил, и я вспоминаю, что он когда мне сказал отец Василий, тебе надо принимать православие. Спустя год отец Василий приехал в Москву. И здесь вторая встреча. Но, как говорится в миру, Бог любит Троицу. Так оно и случилось. Приехали в септабре и встречали Владика, который как раз приехал тоже издалеко, по-моему, из Иерусалима или откуда-то приехал. Вот, сразу он очень хорошо там встречал. Вот, дал нам приход первый. Ну, Владика, как сказать, дал нам другой приход уже в Парижский район, в Силу Никулину. И там я лишнее прожил два года. Вот, и даже стал настоятель храма. Потом по послушанию, конечно, мы Владика встречали, ну, несколько раз, как сказать, месяца. Вот, чаще мы... Он к нам приезжал в гости в деревню, он меня в куполагаль, в его монашество. Ну, и потом по службам мы встречали, и всегда, я бы сказал, что встреча с Владикой было всегда большое утечение. Впечатление другая. Я нашел, я бы сказал, что добрый отец. В очереди на прием к митрополиту Варнаве, а он постоянно принимает людей, и сельские труженики, учителя, врачи. Для каждого Владика подберет доброе слово и мудрый совет. Архипастер, как наставник, глубина широта и высота духовной жизни которого стала примером, как для служителей церкви, так и для мирян. Мы в этом году решили благоустроить источник, древний источник, уже в нашей, моей, родной деревне, село Альменево. В нашей деревне есть церковь, она старинная церковь. В свое время ее разрушили, сейчас она бездействует. Но люди хотят где-то помолиться, приложиться к иконам. Он меня сегодня благословил на это доброе дело. Он добрый, вежливый очень. Он очень хорошо разговаривает, хорошо принимает. Митрополит Варнаву достойно многих церковных и светских наград. Служение Владыке отмечено Орденом Дружбы, Орденом за заслуги перед Чувашской Республикой, также званием лауреата Государственной премии России в области науки и техники за участие в возрождении исторической части столицы и строительстве дороги к храму. Для чебоксарцев и гостей города 23 июня 1996 года стал историческим днем. В честь тысячестолетия Чувашской государственности дамбу и дорогу к храму ввели в эксплуатацию. Открыл ее и окропил святой водой святейший патриарх московский Исиаруси Алексий II, который приехал именно на эти торжества. С тех пор неприглядное, заросшее бурьяном болото превратилось в одно из самых красивых мест в столице. В том, что у нашего народа появилась возможность читать священное писание на родном чувашском языке, тоже немалая заслуга владыки. Первые переводы Библии появились еще в 1820 году, правда, напечатана она была русским алфавитом. Попытки перевода возобновились в начале 20 века. Дело просветителя Ивана Яковлева продолжила епархиальная библейская комиссия под председательством митрополита Варнавы. На это ушло 18 лет. К выходу в свет Библии на чувашском языке приурочили и открытие музея Библии в Чебоксарах. Здесь хранятся различные издания священного писания, есть даже рукописные. За три года экспозиция пополнилась редкими иконами, предметами церковной утвари. Митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава сделал свой вклад в развитие музея. Серебряные часы с изображением святого новомученика царя Николая II. За выдающиеся заслуги в развитии духовно-нравственных традиций, укреплений межконфессиональных связей, управляющему Чебоксарской Чувашской епархии митрополиту Варнаве присвоено звание почетный гражданин Чувашской республики. За вклад в развитие столицы владыка избран почетным гражданином города Чебоксары. Его крепость духа в архипастерских трудах, во благо святой церкви и Чувашского края неисчерпаема. Со словами «надо верно служить Богу, и тогда все будет хорошо» владыка идет по дороге, которая всегда будет вести его к храму. «Всех любить, и врагов, и благодетелей, и так же и будет вас все любить. Вот такой добрый человек, ко всем добрым должен быть. И не ошибет, если он будет такой». Субтитры создавал DimaTorzok